Всем привет! Вы на канале Шинный Эксперт, я Камиль Нургалеев. Продолжаем серию роликов о Ханкуке. У нас сегодня Сергей Кашин в гостях. Здравствуйте! Эксперт компании Ханкук. И сегодня поговорим о прицепной шине в размере самым любимом 385-65, 22,5, TH31+, последней итерации известного продукта. Что ж, опять вопрос вы можете угадать. Пробег! Пробег! Эта шина эксплуатируется, как и шины, о которых мы говорили в других роликах, на региональных дорогах, выезд на магистральные дороги, заезд в город. И пробег этой шины, по нашим статистическим данным, среднестатистическим, составляет порядка 350-370 тысяч километров. Внушительно это в среднем на 3 оси? В среднем на 3 оси. Внушительно. Задам такой вопрос. Вот шина выпускается в двух вариантах. Это 164 и 160. Кому покупать 160, кому 164? Ну, нужно понимать, что шина 164, это индекс нагрузки, составляет он 5 тонн на шину. И те перевозчики, которые возят предельные веса, предельно допустимые веса, они выбирают шину 164 с индексом 164. Те перевозчики, которые работают на рынке перевозок и возят сборные грузы с невысокой массой, продукты питания может быть, туалетная бумага, те выбирают шину 160 с индексом нагрузки и, соответственно, 4,5 тонны на шину. Ну, на бензовозах я видел шину эту с 30-кубовой бочкой, то есть, в принципе, это предельные такие грузы. Понял. А перегруз, как насчет перегруза? Здесь однозначно, компания Hankook не рекомендует водителям эксплуатировать шины под перегрузом. То есть, с превышением несущей способности. Да, так точно. Понятно, понятно. Вопрос вот такой, да, вроде пробегу, ну, серьезные пробеги, 370, ну, по 400 тысяч, да, и я видел 400 пробеги. Ну, мы говорим о средних пробегах. Но такой вопрос, что еще здесь есть, вот, чтобы я мог и должен, захотел ее купить? Оф, ну, давайте немножко раскроем тему протектора этой шины. Если обратить внимание на то, как устроены ребра, то можно заметить, что на блоках, из которых ребро состоит, скошена грань. Это сделано для того, чтобы минимизировать выров протекторной части при маневрировании, например, на площадках погрузки-разгрузки, когда водителю приходится в каких-то стесненных условиях разворачивать прицеп, полуприцеп с этими шинами. Второй момент. Обратите внимание, зигзагообразные канавки позволяют лучше удерживать курс этого прицепа, полуприцепа, и предотвращаясь в каких-то сложных дорожных условиях от складывания прицепа с тягачом. Ну, кто знает, тот понял, о чем я имею в виду. Понятно, понятно. Ну, что еще вот интересно? Может быть, есть что-то, за что я должен доплатить? Доплатить, вот, зачем именно Ханкук? Ну, давай. Почему Ханкук? Все просто. На самом деле, здесь, в этой шине, применена резиновая смесь, которая позволяет водителям, автопаркам сократить затраты на топливо. Эта шина очень топливоэкономичная. И если переобывают прицеп транспортного средства полностью все оси в шины Ханкук, то автопарк, транспортное предприятие, фактически на первых же тысячах километров эксплуатации заметит эффективность и снижение расхода топлива, а тем самым снижение затрат. А как вы знаете, 30% бюджета автопарка составляет затраты на топливо. Ну, интересная история, но я думаю, что то, что заметит водитель в первую очередь, вот если вы решите неразумно сэкономить, неудачно купите очень недорогие шины, вы можете после Ханкука или после энергосберегающих шин, в принципе, вы можете заметить, что на этих шинах расход поднялся. Вот это точно то, что не пройдет незамеченным, и это будет очень-очень неприятно. Да, это ударит по карману водителя однозначно, это будет заметно. В принципе, довольно, так скажем, емко мы вроде побеседовали по шине прицепной. На этом, наверное, завершим. Сергей, спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Всего хорошего. До свидания.